Доброе утро, друзья! Сегодня решила провести эфир, который уже давно планирую, но решила пригласить Дмитрия, так как, наверное, будет не объективно, когда будет одна женщина говорить о вещах, которые волнуют всех. И эта тема очень острая, так как в своей работе, в консультациях я встречаюсь с этой темой постоянно, и поэтому, наверное, мне пришло уже такое желание провести цикл постов, написать какие-то сторис для вас и сделать интенсив, который будет в марте месяце, для женщин, у которых есть проблемы в этой сфере. И сегодня мы всё-таки рассмотрим, что это за сфера. Сразу буду говорить или предупреждать вас, мы не будем говорить о сексе, так как секс — это лишь маленькая-маленькая часть всего процесса сексуальности, о которой мы будем говорить. Сексуальность — это намного больше, шире и многограннее. Поэтому приглашаю Дмитрия, прямо начнём. Сегодня у нас свободная тема, и я хочу сказать, что... Желика, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Да. Говорю зрителям о том, что сегодня у нас не будет ответов на какие-то вопросы по этой теме. Мы будем размышлять, потому что, наверное, моя цель, чтобы каждый из слушающих нас, наверное, начал задавать себе вопросы в этой сфере. Потому что тема очень злободневная и, можно сказать, закрытая. Хотя мы уже давно живём в мире, где куча информации, и люди интересуются, и в этой теме много вопросов. Но в любом случае, как мы уже с вами размышляли, пережитки прошлого дают о себе знать. Когда тема денег и секса была закрыта. Но мы сегодня будем, наверное, говорить не о самом сексе. Это не наша задача. Так как я уже сказала, что это очень маленькая часть сексуальности. Это, я не знаю, десятая часть. Это очень важно, но это очень ограниченная такая тема. И о ней мы сегодня не будем подробно говорить. А вот сексуальность — это что-то более широкое, более, можно сказать, божественное для меня. Потому что это соединяет нашу тему, о которой мы размышляли на прошлой неделе. Это мужское и женское. И я думаю, что если говорить о сексуальности, то мы можем говорить сейчас, посмотрев или обернувшись вокруг, даже где бы мы ни сидели, в каких комнатах, где бы вы сейчас ни находились. Я думаю, что вы обернётесь и увидите, что в каждой вещи, в каждом творении, которое мы видим, есть элементы и мужского, и женского. Даже если мы пьём чай, то ложечка и кружечка, они имеют взаимодействие какое-то. То есть пьём чай, а всё-таки кружка и ложка взаимодействуют друг с другом. Без ложки нету, мы не помешаем содержимое кружки и так далее. И я говорю, друзья, вот что бы мы сейчас ни взяли рассматривать, вот эта сексуальность, она будет везде проявлена, но самое главное — увидеть. Поэтому задачу сегодня ставим такую. Нету задачи сказать или претендовать на истину в этом вопросе, она очень широкая тема. И я думаю, что те, кого она интересует, глубже пойдут и поизучают. Или ко мне на интенсив, или ещё на какие-то другие программы. Но нам важно сегодня позадавать какие-то вопросы себе, поспрашивать себя. Или, наверное, может быть, какие-то опыт есть в этих сферах с проблемами. У меня есть очень большой опыт в этой сфере, в работе с клиентами, поэтому я могу как-то делиться этим. И почему решила всё-таки эту тему брать? Потому что очень много боли там. Очень много боли. И иногда люди говорят о поверхностных вещах, рассматривают или исследуют темы, которые на поверхности, но боятся идти вглубь. И очень часто бывает так, что повреждённая или извращённая сексуальность, она и порождает все проблемы, которые существуют в жизни. И даже в брачных отношениях, в браке, в отношениях, часто приходят и говорят какие-то поверхностные вещи. Но на самом деле корень всё-таки кроется там, так как брак состоит из трёх ниток, втрое скрученный брак будет сильным, когда у нас есть потребности, покрытые на всех сферах, на физическом, на эмоциональном, на интеллектуальном и на духовном уровне. Мы об этом понимаем и говорим очень много и часто. Но очень часто мы всё смешиваем в одну кучу или мы уходим в какие-то обочины, которые сливаем много энергии и делаем друг друга виноваты, не давая возможности проговорить, потому что тема запретна. И очень часто слышу такие ответы, когда я провожу семейные консультирования, говорили ли вы об этом. Нет, мы не говорили. И то есть приходится даже на консультации задавать какие-то неудобные вопросы, которые люди не могут задать себе в тайной комнате, задать себе и ответить на них правду. Поэтому вот такая тема, очень такая щекотливая, щепетильная, но я думаю, что вам понравится. Дмитрий, я когда предложила эту тему, так как в рамках моей сейчас движения проекта, вы смутились. Почему смутились? Расскажите, что это неоднозначная тема. Что вас смутило? Я и сейчас смучаюсь. Я живу и думаю, о чём говорить. Да, о чём говорить. Смотрите, друзья, вот те, кто смотрит эфирно, пишите, пожалуйста, вот когда я произношу слово сексуальность, какие чувства у вас возникают. Вот давайте сейчас уже даже... Можете мысли писать? Кому трудно с чувствами, давайте мысли пишите. Анжелика, можно сказать? Давайте вот определимся с термином, что означает сексуальность. Вот для вас, что есть сексуальность? Хорошо, давайте мы возьмём сам корень, слово секс, да, это пришло с английского, это переводится по половая принадлежность. То есть в любом случае, ну, ядро, да, мы сейчас не будем ответвления говорить, мы говорим про ядро. Секс – это переводит пол. Вы, наверное, заполняли анкеты на английском языке, там написано секс. «Фемейл» или «Мэйл». Мы пишем, кто мы? Мужское, я мужчина или я женщина? И вот отождествление или идентифицирование себя с мужским или женским началом обозначает проявление меня как мужчины или как женщины в этом мире. И мы уже говорили переплетение и интеграцию мужского и женского внутри нас, и это очень важно. И, как я говорю, наверное, первая базовая такая линия, когда ребёнок растёт, и после трёх лет он начинает развиваться и происходит половая идентичность. Сначала он не понимает, кто мальчик, кто девочка, все равны. То есть половая принадлежность как-то не идентифицируется для самого себя. Но потом я понимаю, что я отличаюсь, например, вот от этого человечка маленького. Это мальчик, а я девочка. И понятно, что однозначно, как в роддоме отличают мальчик или девочка. Конечно, это по половым признакам. И по половым признакам вот мы и говорим пол. Что такое пол? То есть это мужские органы половые и женские половые органы. И мы говорим, это мальчик, это девочка. И вот чувствую ли я все проявления в жизни, которые идентифицируют меня как женщину. Ну сначала девочку, девушку, потом женщину. То есть если не происходит вот этого взросления экологического, о котором мы много уже говорили на прошлых эфирах, хочется это чуть-чуть подчеркнуть, если там очень много кризисов, которые не были пройдены и зафиксированы какие-то травмы вот конкретно в половом воспитании, тогда происходят поломки уже и в браке, и в отношениях. То есть девочка уже не воспринимает себя как женщину. Она, возможно, берет много мужских качеств. И мы говорили, откуда там сила, вот эта сильная женщина, откуда проявление вот этих желаний все взять на себя. Мы уже говорили. Но откуда у нее будет формироваться именно эта половая принадлежность? Где и кто, какие роли в семье мама и папа должны отыграть, чтобы девочка почувствовала себя девочкой? Обязательно мы говорим, вот эти два начала должны присутствовать. Мама, которая дает нежность, заботу, любовь, и папа, который восхищается своей принцессой и говорит, какая ты, какая ты красивая, какая ты обаятельная, привлекательная. Но, знаете, сейчас хочу чуть-чуть отойти в сторону от этой темы или наоборот дополнить. Когда мы говорим о том, что папа, иногда такое бывает травма у девочки, когда папа восхищается девочкой настолько много и сильно, что и это есть поломка в браке, то есть он не в контакте со своей супругой, со своей мамой, ну, то есть с женщиной, и эту любовь, которая принадлежит женщине, его супруге, он переносит на девочку, и начинает отдавать ей всю любовь. Он восхищается ей, он говорит, какая ты у меня красивая, он её дарит подарками, он отдаёт ей всем внимание. И какая поломка происходит у девочки в сексуальном плане? Она потом не сможет найти себе партнёра. Почему? Потому что она всю жизнь будет искать папу, который будет ей восхищаться, давать эти подарки, давать эту любовь, да? То есть она будет или папика искать, это первый вариант, или второй, она всегда будет чувствовать эту платоническую любовь. Она будет общаться с мужчиной на уровне платонической любови, ну, любви, да? То есть с папой в секс не вступай, да? С папой не ложатся в кровать, правильно? То есть папа — это что-то большее, это чистое, это светлое, это платоническая любовь. И тогда женщина, вырастая, она не может вступить в отношения, или потому что, я говорю, она ещё папика, который всё даст, вот, да? Или второе, платоническая любовь. Я мужчину только люблю за его какие-то качества, за его какие-то поступки, но у меня нету никакого контакта на физическом уровне. И я часто встречаюсь с женщинами, которые говорят, Анжелика, я не знаю, что делать. У меня прекрасный муж, я его обожаю, но у меня вообще нету к нему никакого сексуального влечения, я его не хочу. И вот здесь, ну, я не знаю, наверное, я хочу вам что-то сказать, дать слово, потому что тут я опять буду говорить много. Скажите что-нибудь, и я продолжу тему, откуда вообще появляются у нас эти травмы, и как они с нами злую шутку сыграют. Да, спасибо, Анжелика, за тему. Вот не очень хотел на неё идти, но пришёл. Да-да-да. Знаете, я как понимаю, вот есть две энергии. Энергия Эрос, это энергия жизни, и энергия Танос. Если мы обращаемся к треним трактатам, то есть две ключевые, принципиально разные энергии. Если мы говорим об энергии Эрос, это фактически мы говорим об энергии жизни. И теперь внимание, вопрос, что есть жизнь, а что ею не является. И по сути, да, действительно, в истории человечества происходило, когда люди очень сильно увлекались нижними чакрами, и забывая духовное, и так далее. И тогда шёл распад общества. Бывало другое, мы жили в СССР, где секса не было, и тоже распад общества. И получается, эти две модели отношений, они не вели к счастью. И я считаю, что человек это есть три единства, ума, душа и тела. И если мы не соединяем эти энергии в себе, то мы фактически далеки от Бога. И я вот недавно сделал пост на тему художественного фильма, он был снят в 68-м году в СССР. Тогда не было секса, и даже любви не было. За этот фильм режиссёр поучил уголовное преследование. И там Александр Мень, священник, говорит такие сакральные вещи. Бьёшь по-мужскому, страдает женское. Бьёшь по-женскому, страдает мужское. И вот вы знаете, те психологи, недопсихологи, коучи, недокоучи, которые однобоко смотрят на психологию отношений со стороны мужчины или со стороны женщины, это фактически они рассоединяют мужское и женское. И это не есть правильно, это не есть истина, это не есть эрос, это не есть жизнь, это есть Танос, энергия смерти. И поэтому тут важно соединение. Вот. И если мы возвращаемся от таких глубоких философских воззрений в обыденные отношения, да, смотрим, да, вот у меня тоже много мужчин было в ситуациях, которые действительно своих женах, женщинах, они не хотели видеть эротическое начало, они искали эту эротику на стороне, то есть такое раздвоение, с одной стороны жена, она должна выполнять определенную миссию, и идет такое тотальное отрицание ее как любовницы к функции, ну не функции, неправильно сказано начало, скажем так, как любовницы, как энергия жизни. Действительно, с точки зрения энергетики, энергосексуальность это мощнейшая энергия, которая реально дает человеку жизнь, и жизнь новому человеку, и жизнь внутри. Если ее грамотно культивировать, поддерживать, то фактически ты дошку живешь, но это факт, вот, ведь сексуальность, энергия эрреса, это фактически желание жить, вот, это вот концентрация жизни в тебе. И почему мужчины ходят налево? Когда они, с одной стороны, отрицают это начало сексуальное в своих женах, они начинают это на стороне искать. Вот вы знаете, даже если это обид, чувство, условно говоря, шлавянского народа, мусульмане говорят вот так вот, знаете, мы не понимаем, как это так, вы краситесь, одеваете мини-юбки вовне, а перед своим мужем выходите в грязных дырявых халатах. Я ни в коем случае не оскорбляю эти чувства, но, вы знаете, это вот говорит о чем? О том, что мы направлены вовне, вовне, мы хотим нравиться вовне, а внутри, там, для своего мужчины мы не хотим нравиться, я это говорю о женщинах. И получается, вот такая вот разнонаправленность, это фактически как энергия Танос, она разрушает отношения. тому, как мужчина видит у себя в отношениях замузланную женщину, а вовне она красится, для кого красится и так далее. Вот, и мне очень нравятся посты Ольги Валяевой и по поводу одежды. Вот вы знаете, возвращаясь к теме сексуальности, суть в том, очень рекомендую почитать Дарио Салоса, он очень грамотно пишет, это философ, герметик, он очень грамотно пишет о мужском и женском начале. Суть в том, что когда женщины ходят в, скажем так, мини-юбках, декольте, они получаются с точки зрения энергии начинают напрягать мужское начало, энергию, и оно как бы разрушается. И в этом плане действительно очень важно носить правильные платья, потому как если женщина наголяется, она периодически на работе и так далее, подчеркивается свои достоинства и так далее, фактически она растрачивает эту энергию, у нее она уходит в пустоту, она и мужскую энергию сливает, и поэтому я сторонник того, что нужно женщинам носить купольное платье, потому как они фактически с точки зрения энергетики сохраняют женскую сексуальность, и там есть такие научные и чувственные восстановления, почему это необходимо делать. И в этом плане нужно сделать такой пересмотр по тому, как хочешь убить народ, а злоти его женщину. И уничтожение народа начинается через излишнюю сексуальность, когда женщину превращают в сексуальный бренд, мы об этом на эту тему говорили с философом Вером Хаджимуратовичем. И суть такая, что если из женщин сделать только как сексуальный символ и эксплуатировать низшую чакру, сексуальное желание, то отключается голова, отключается сердце, то есть идет отключение. Это тоже уводит человека от Бога. Поэтому здесь важно и нужно для того, чтобы соединиться с Богом. А ведь если посмотреть этот фильм, и там священник Александр Мин сказал такую фразу, что когда мужчина и женщина в истине двигают друг друга, они соединены с источником, с Богом. И в этом есть божественное начало мужского и женского. И поэтому очень важно понять, что такое эрос, энергия жизни, что такое Танос. Очень рекомендую поизучать в теме сексуальности эти две темы, эти две энергетики совершенно разные. Поэтому у нас есть и живое, и мертвое. И чтобы живое продуцировать, необходимо... Вот смотрите, когда человек начинает нравиться себе и нравиться своей женщине, своему мужчине, фактически идет такая вот генерация жизненной энергии, она поднимается. Но опять-таки, если слишком сильно в ту плоскость фокусироваться, то фактически и духовное выцветает, и божественное уходит. Поэтому здесь очень важен баланс. Да, благодарю, благодарю за ваши такие мысли интересные. Хотелось бы все-таки вернуться. Вы сказали по поводу этого нижнего центра. Я с чем сталкиваюсь, что никто не может дойти до центра сердца или уже духовного какого-то уровня, не решив вопроса на первом центре, а это первый сексуальный центр. Откуда мы все пришли? Мы все пришли из соединения двух клеточек мамы и папы. Это был секс. И для нас почему-то все это в каких-то красных таких рисуется стыда или опасности. Да, я не говорю обо всех, но это с чем я работаю. И, друзья, давайте мы посмотрим все-таки куда же идут корни вот этого такого восприятия себя. И мы уже сказали, что сексуальность это энергия жизни. То есть если во мне есть жизнь, это уже проявляет мою сексуальность. И тоже хочу заметить, что сексуальность она бывает разная. Это не только физический уровень. Мы сегодня говорим не только о физическом уровне как сексуальности, но сексуальность может быть интеллектуальной сексуальностью. Иногда человек говорит и ты просто чувствуешь возбуждение от того, что он говорит. Иногда бывает эстетическая сексуальность, когда все, что нас окружает, нам просто эстетически нравится, мы видим это, слышим музыку, произведение искусства и так далее. Есть духовная сексуальность, и я хочу, чтобы это понятие мы расширили, не только сузили до уровня эроса, именно физического влечения. Поэтому очень важно об этом говорить, сейчас я эту поправку сделала, но всё-таки давайте вернёмся чуть-чуть, откуда у нас происходит принятие себя или своей сексуальности, или непринятие. И даже первое наше появление на свет, когда ребёнок сосёт грудь мамы, давайте подумаем или почувствуем, или вспомним на интуитивном или инстинктивном уровне, что чувствует ребёнок, когда он видит или прикасается к маминой груди. Я думаю, что вы все, кто хочет, напишите комментарий. Это первое, это возбуждение. Я хочу, я хочу есть, я хочу есть. Это вот я хочу. Смотрите, сейчас очень популярна тема вот желаний, марафон желаний, давайте желания запустим, там давайте захотим, всё можно хотеть. Ну вот это вот такая популярная тема. Но, друзья, это только маленькая-маленькая часть вообще всего процесса. Это только маленькая часть захотеть. Я хочу, да, вот если мы берём маленькую грудь, мамину грудь, ребёнок первый, он хочет, он прям дрожит. Вот у меня двух детей выкормила, я знаю, что это такое. Когда подходит время кормления, ребёнок прям вот так вот дрожит, он хочет скорее к этой груди прильнуть. Это первая стадия – возбуждение. И мы её, кстати, можем перенести на все области жизни. И на сексуальную и физической сфере, и на интеллектуальное возбуждение, когда нам хочется что-то узнать. И духовное возбуждение, когда нам что-то хочется узнать потустороннее, неизвестно, но пойти туда. То есть я хочу, чтобы вы переносили сейчас это во все сферы, чтобы вот эта жизнь, она в вас просыпалась. То есть вторая стадия, смотрите, когда ребёнок берёт грудь, он начинает что? Сосать. Что он получает? Он получает удовольствие. То есть вторая стадия – это получение удовольствия. И он сосёт, и он получает удовольствие. То же самое, смотрите, на все сферы переносим. Когда мы возбудились, мы получаем удовольствие. От еды, от секса, от книги прочитанной, от общения с человеком, от путешествий. Я расширяю нашу сферу. И последняя стадия – это полное удовлетворение. То есть это вот как уже стадия возбуждения. То есть мы возбуждаемся. Вторая стадия у нас какая? Получение удовольствия и оргазм. Или вот это само удовлетворение. И смотрите, когда мы эти все стадии проходим по жизни, у нас этот круг закрывается. Или знаете, как я говорю, гешталь. Получили возбуждение, получили удовлетворение и получили вот это удовольствие. Удовольствие и удовлетворение. Третье, да. Но как часто в нашей жизни у нас получается так? Я чего-то хочу, но я себя закрываю, запечатываю свои чувства, свои желания, свои намерения. Говорю, нет, нельзя. Нельзя. Не сейчас. Завтра. Потом. И смотрите, когда у нас вот это желание жизни куда-то двигаться, вектор движения перекрывается, тогда вторая стадия не настаёт. Тем более третья. И мы вот так вот заблокированы в этой первой стадии, что мы постоянно чего-то хотим. Постоянно пишем эти желания, постоянно проговариваем, я самая лучшая. Я там, не знаю, в общем, всем вот эти вещи. Но а дальше-то ничего не происходит. И вот вернёмся, откуда же этот блок? Давайте элементарную историю передвинемся в нашем развитии. Мы уже не младенцы, которые сосут грудь, да, и получают удовольствие и удовлетворение. Давайте мы уже там какие-нибудь пятилетние мальчики и девочки, которые приходят в магазин и видим куклу. Я как девочка вижу куклу. Я её хочу. Вот я хочу эту куклу. Я мечтала. Я хочу. Вот я её увидела. Я её хочу, эту куклу. У меня появляется желание. Что желание? Желание вот этой жизни. Соединение с этой куклой. То есть, а я хочу, чтобы она стала моя. Я хочу с ней совокупиться, соединиться. Мы можем сейчас разные метафоры говорить. И вдруг в этот момент мама говорит, нельзя. Нет денег. И знаете, мы можем слышать разные ответы в своей голове. И сейчас уже как проекция нашего взрослого периода, когда мы понимаем, почему же мне нельзя получать удовольствие. И смотрите, запрет на удовольствие сразу происходит чувство вины. Вот в любом случае. Поэтому, когда я работаю с чувством вины, и женщины приходят и говорят, Анжелика, я не могу избавиться. У меня чувство вины перед мамой. У меня чувство вины перед мужем. У меня чувство вины перед собой. У меня перед всеми, перед начальником, перед всеми. Я знаю, что где-то есть неудовлетворение потребности. Я спрашиваю, чего ты постоянно хочешь кому-то доказать? Где ты потерялась? И вы знаете, очень часто мы находим вот эти все болевые точки, которые конкретно связаны с темой сексуальности. Где был запрет? То же самое. Смотрите, если мы уже даже опустимся в сферу сексуальности как на физическом уровне, что происходит в период взросления? Девочки и мальчики после трёх лет они уже начинают дифференцировать, кто мальчик. Да, у них отличие, их садят уже на отдельные горшки, как я говорю, в саду. Они понимают, что я уже девочка. Но происходит именно там в пять лет девочки начинают и мальчики исследовать себя, себя, своё тело. Они начинают трогать свои половые органы, играться с этим. Ну, я думаю, что кто родитель об этом знает и не раз. И что происходит? Мама с папой. Ну, мама обычно, потому что мама у нас такая в воспитании главная. Не лезь, не трогай, стыдно. Ну, в общем, стыдно. Не трогай, не лезь. В общем, я сейчас не буду называть эти запреты, но вы сами, наверное, знаете и можете сейчас нам в чате написать, что вам мама и папа говорили. А ещё лучше, с какими травмами я работаю. Это детский сад сыграл огромную роль. Когда стыдили воспитательницы, ставили голыми. Вот если ты туда полез, вот покажи тогда свои там, да, что ты там смотришь. И ставили голых этих детей. То есть я слышу такие травмирующие ситуации, которые происходят с работой со взрослыми, но которые произошли в детстве. И какие травмирующие события происходили на фоне вот этой сексуальности, где я была подавлена, где мне сказали, не трогай, не смотри. Вторая тема, можно говорить долго. Как мы называем половые органы у детей? Это просто ужас. То есть мы не называем вещи своими именами. Мы называем какими-то игрушечными шариками, роликами. И так страшно, когда женщину задаешь конкретный вопрос, а она, 40-летняя женщина, тебе отвечает таким же словом, которое назвала её мама. То есть она даже свой половой орган не может назвать именем, которым он называется. Поэтому, друзья, в этой теме очень много есть извращений, искажений. И если всё-таки мы не опустимся, как вы сказали, Дмитрий, в этот первый центр, и, как помните, в прошлом эфире я говорила, если мы не опустимся на уровень мамы и папы и не разрешим там все вопросы, а потом пойдём в свою жизнь, то есть повернёмся в свою жизнь от этих травмирующих событий мамы и папы, а начнём смотреть в свою жизнь, то же самое. Пока мы не встретимся со своей сексуальностью, это жажда жизни. Пока мы не разрешим себе желать получать удовольствие и получать удовлетворение от жизни. Это всё переносится на нашу жизнь. Почему мы не удовлетворены? Почему нам плохо? Потому что там есть вопросы. Так, пишут у нас уже комментарии. Спасибо вам, пишите. Мы будем отвечать. Смотрите, я вот как считаю, Наталья Крико, по поводу отношений. Вы знаете, я вот мужчин, к которым к ситуации приходили, делю их проблемы на такие виды направления. Каким местом он выбирал себе супругу? Это вот глубокий вопрос. Очень много мужчин выбирают одним местом, нижним местом, и они несчастливы. Очень много выбирают головой. Это значит такие установки, стереотипы, и они несчастливы. Но когда человек выбирает сердцем, у него шансы, шансы душой на счастливые отношения гораздо больше, чем у тех, кто выбрал нижним местом, и тех, кто выбрал головой. И тут принципиально важный вопрос с точки зрения построения отношений и так далее. То есть важно выбирать душой. И душа, видимо, сама выбирает. Потом, как происходит всплеск, нравится человеку или не нравится. А потом уже можно спускаться, подниматься, соединять эти направления. Потому как если действовать только в одном направлении, отношения не построишь. Это животный уровень, по сути, как ни крути, это уровень животных, если только об этом говорить. Но с другой стороны, если воспринимать его только как животный уровень и как нечто негативное, тоже не будет счастья. Поэтому мир, он симметричен. Поэтому нужно идти и в том, и в другом, и в третьем направлении. И важно уметь соединять в себе эти направления. И с точки зрения отношений, часто, скажем так, да, действительно, и мужчины не хотят видеть в своих женщинах любовницу. Вот они не хотят. Откуда это идет? Ну, были религиозные запреты очень много и очень часто, что это вот и так далее. То есть мы прыгали в истории туда-сюда, туда-сюда. А суть в том, что нужно вот сейчас, в этом моменте, соединить все эти начала. И вот действительно сексуальность, чувство вины, чувство стыда, оно такое присутствует и в женщинах. И где вот найти вот тот баланс? С одной стороны, чтобы не быть разратной, а с другой стороны, чтобы быть смиренной. И, вы знаете, мужчины-то говорят на мужском языке, там, движимая одни местом женщина, там, или там, и так далее. Вот сделал, ну, в общем, один пост, где одна женщина там попу свою выставляет и танцует. Миллион восемьсот просмотров этот пост занял. И там разные комментарии по поводу того, когда женщина увлекается вот этим нижним началом. Мужчины этого не понимают. Да, они с точки зрения удовлетворения низших потребностей, чтобы почувствовать свою энергию мужскую, они воспользуются, но отношения строить не будут, как правило. Понимаете? И тут и для женщины нужно найти баланс, и для мужчин нужно найти баланс всех этих начал. И поэтому баланс, баланс соединения, единения всех этих начал — это крайне важное. Как это делать? У каждого, наверное, свои подходы. Вот, как вы считаете? Как соединить эти все начала, Анжелика? Вы знаете, вы правы о том, что мы должны сбалансировать, но как сбалансировать, если там уже давно обочина, там разруха теперь. И это про то, что мы боимся идти в ту сферу. Как вы говорите, сейчас все популярные видео — это на самом деле интернет переполнен, вот эти трясущиеся попы и так далее. И если честно, смотрите, если есть спрос, есть, как говорится, предложение, значит, это нужно. Я делаю вывод. Следовательно, в сфере сексуальной вот этой энергии у людей полностью заблокировано, им не хватает, у них недостаток, поэтому они смотрят это. То есть эти женщины, которые истеричные, да, вот это, как мы говорим, женщина, которая неудовлетворённая, она всегда зная, она всегда требующая, она всегда чего-то хочет такого, знаете, чтобы восполнить, компенсировать вот это неудовлетворение. И почему я вот эту схему провела, удовлетворение, как оно происходит, возбуждение, удовольствие и полное удовлетворение. Когда мы на маленьких этапах в своей жизни, я не говорю про секс, я не говорю про отношения, даже на маленьких этапах в жизни, когда женщина забывает про себя или даже мужчина, Он ставит работу на первое место. Элементарные потребности не слышат свои. Извините, Дмитрий, даже пойти в туалет. Я знаю кучу женщин, которые работают и не могут поднять голову или ещё что-то, чтобы естественные потребности. Покушать, поспать, сходить в туалет. Они будут сидеть до последнего, терпеть. И ключевое слово терпеть. То же самое касается мужчин. Они будут работать, работать, сработать, не задав себе вопрос, а что со мной происходит, а что я хочу. И опять же, мы же в браке для того, чтобы эти потребности покрывать. И каждый может заботиться друг о друге, компенсировать недостатки и соединять. Но так как этого нету, как вы сказали правильно, человек идёт на сторону, мужчина. То же самое делает и женщина. Поверьте, они живут в браке с мужчиной, а мечтают совершенно о другом мужчине. И это вот через раз я слышу. То есть, в принципе, я ищу где-то кого-то вот эту идеальную картинку, что кто-то мне это даст. То, что в моей голове. Но проговорить это, сказать я не могу. И часто при этом страдают дети. Мужчины и женщины живут недоговорившись, неудовлетворённые. Они, по сути, живут в одной квартире, но они разъединены внутренне. И ребёнок, как говорится, компенсатор, он берёт как будто их за ручки и постоянно соединяет. Чем соединяет? Своими болезнями. Или ещё чего-то происходит. То есть, в мире происходит то, чтобы как-то твоё бессознательное желание удовлетворить. А моё бессознательное желание с кем-то соединиться постоянно. То есть, мы, как говорили, мы не можем быть одни. У нас есть эта потребность, мы не выносим это одиночество. И это глубинная потребность. Я не могу быть отделена от источника, от Бога. Мне нужно быть соединённым. Мне нужно быть часть стаи. Мне нужно быть часть рода. И поэтому, вот часть рода, кстати, это очень важная тоже такая загвоздка именно в теме сексуальности. Мы, как девочки, видели мам, которые неудовлетворены всю жизнь. И мы копируем это поведение, и мы тоже становимся такими неудовлетворёнными. Или второй вариант. Мы видели маму слишком, вот как вы сказали сейчас, вот эту сексуальную, проявленную в негативном смысле энергию, которая изменяла. И в моей терапии приходит много женщин, которые имеют уже 50 лет, например, опыта, даже в браке. Но они до сих пор не могут простить свою маму, что она изменяла папе. И я знаю такие случаи, когда они просто вот эту сексуальность свою настолько подавили, и у них в браке нет никакого секса, у них нет ничего на этом фоне, у них проблема. Потому что, когда мы докапываемся до сути, в чём же эта причина? А там обида на маму, что мы ездили в санаторий с мамой, и мама изменяла папе с мужчинами, я это видела. Хотя, возможно, там мама-то не изменяла, но в проекции детского сознания тогда это была измена. Это измена самому дорогому человеку, вот моему папе, который меня любит. Ну, и знаете, истории много. Смысл в том, что очень часто мы не понимаем, как эти истории детские и влияют на наши отношения потом в браке или в построении отношений с мужчинами. Мы постоянно делаем эти проекции на нашего мужчину или на нашу женщину. Мы не разобрались внутренне, вот как вы говорите, не соединили, не разблокировали вот эти заблокированные эмоции по поводу нашей сексуальности. Мы не разрешили себе чувствовать, смотреть на себя в зеркало без стыда. Я часто работаю с женщинами, которые не могут раздеться сами с собой. А что говорить перед мужчиной раздеться? То есть они сами свое тело не принимают. Или даже, например, приходит женщина, которая говорит, я не могу расслабиться во время сельса, потому что я всегда думаю, что у меня там целлют, у меня складки, у меня там еще что-то. То есть они постоянно в голове. Представляете, то есть мы поменялись местами. Женщины стали жить в голове, а мужчины стали жить вот этим первым началом, о котором мы говорили. Все же наоборот. Мужчина думает, женщина расслаблена. Как говорится, женщина создает атмосферу, уют, принятие. Она вот такая вот текучая, плавучая. Так вот, мысль потеряла, о чем хотела сказать? Еще можно вопрос такой. Я вот хотел, такой скользкий вопрос. Получается, у женщин есть два половых органа. Один внешний, один внутренний. И вот один из сексуологов говорит, что если делать манипуляции и ставку на внешний половый орган женщины, о питере говорю, то у нее формируются мужские начала очень сильно. Как вы эту тему понимаете? Потому как, если женщина имеет внутри себя вагинально ослабляться, то она больше становится мужественной. А если она делает акцент, большое количество, следите, что пошел акцент на внешнем, то у нее количество мужского возрастает. Как вы комментируете этот вопрос? Вы знаете, я сейчас, Дмитрий, не буду однозначно говорить, потому что мы соберем оппонентов или защитников одних или тех теорий. Так как много сексологов пишут о том, что да, на самом деле есть оргазмы, так это уже другая тема, но по сути, да, вот суть вашего вопроса. Я считаю, что если женщина сама не знает, как ей хорошо, она никогда не скажет мужчине, как ей хорошо. Даже если мы касаемся темой секса, темой брака, отношений, как с ней говорить хорошо, куда ее возить, как ей нравится там одеваться, если она сама об этом не знает. Поэтому, друзья, первая стадия, да, мы должны познать себя, как я всегда говорю, себя сначала узнай, а потом иди, как говорится, на другого пили или чего-то от него требуй. Если мы этого не знаем, и вот даже в этом, в этой проекции вашего вопроса, я говорю, может быть и то, и другое, но знаете что, Дмитрий, опять тут же есть стадии, вот даже в сексе или даже в физическом совокуплении. Есть эти детско-родительские отношения. Кого я вижу перед собой? Это вот эта высокая фигура, которая доминирует, а я такая трясусь, как та женщина, которая говорит, я в голове, я думаю, какой у меня целлюлит или какая у меня маленькая грудь. Я просто, у меня такая мысль приходит, если он уже с тобой лег в постель, значит, он уже хочет тебя, ну извините, да, зачем ты думаешь про те эти? Ну это же уровень мышления. Я маленькая, ты большой, я должна тебе угодить, я должна соответствовать твоим ожиданиям. Но, опять же, тут же всё вот это психические процессы, которые сформированы или не сформированы. И вот эти уровни сознания, насколько мы вступаем в отношения взрослых-взрослых, или мы вступаем в отношения ребёнок-взрослых. И понимаете, почему часто в браке на фоне сексуальности всё разрушено? Да потому что мы живём с папой или с мамой парень, ну мужчина живёт, да, а с мамой не спят и с папой не спят. Понимаете, и пропадает это желание, почему мужчина уходит на сторону. Мы об этом уже говорили не раз, да, я вам открою такие мужские тайны. На многих мужских консультациях мужчины советуют другим мужчинам для того, чтобы женщина почувствовала себя, как объяснить, то есть периодически нужно так подавлять её и там либо там жёстко, либо там по среднему, либо по мягкому. Либо если она будет доминировать, ты будешь в этом плане терять имужественность. Это вот первый момент. И тут получается, смотрите, очень важный такой момент, только что вы говорили, момент принятия. Это такое простое слово, казалось бы, но получается, ни женщины по своей сути не могут принять себя, и мужчины не могут принять себя, и друг друга они тоже не могут принять. И вы знаете, это откуда идёт, когда идёт дисбаланс ума, души и тела, всё это разведено, мужское и женское разведено, и нет принятия. А ведь у души есть ключевой запрос на безусловное принятие. И если этот ключевой запрос на безусловное принятие не происходит, возникают именно все эти чувства вины, дисбаланс, рассоединённость. Поэтому в этом плане нужно прорабатывать на глубинном уровне, уровне принятия. То есть если ты принимаешь человека, тебе всё равно на размер её груди, и так далее, целлюлит, не целлюлит. Но с другой стороны, смотрите, есть фраза «мужчина любит глазами, женщина любит ушами». Если мужчина любит очень сильно глазами, фактически он любит нижнее место, то есть не любит душой, а слишком сильно расцентрован, разбалансирован именно в этом начале. И поэтому я считаю, что крайне важно. Вот сегодня, допустим, Александр Шахов сделал пост про любовь, что любовь — это не чувство, а любовь — это действие. Как можно рассоединять человека отдельно его чувства, отдельно его действия? Ведь слова без любви ничего не значат, действие без любви ничего не значат. Как можно чувства отрицать, фактически психолог, ведущий хорошими отношениями. Но когда он мне такую фразу сказал, она прям не заела, я решил в максимально деликатной форме ему об этом сказать, что господин Шахов, людей не делите на чувства и ум. Это неправильно, это опасно. Поэтому у нас есть и чувства, и ум. И, наверное, все проблемы от непринятия ума. Ум не принимает чувства, ум не принимает тело, тело не принимает чувства и душу. И вот эта война внутри человека, она вытекает именно во внешние отношения в том виде, как она есть. В отсутствии сексуальности, в отсутствии принятия, в отсутствии негармоничных отношений, в отсутствии удовольствия и так далее. Понимаете, вот всё идёт из внутреннего принятия и соединения для себя вот этих вот очень важных начала в себе. Мы три единицы, у нас есть ум, душа и тело. Если мы отрицаем что-либо одно из них, то мы отрицаем себя, мы отрицаем Бога. Если мы отрицаем себе женское, мы отрицаем Бога. Если мы отрицаем себе мужское, мы отрицаем Бога. Если мы не принимаем папу и маму, мы отрицаем Бога. И в этом плане, хочется ли вы почитать мудрое, умное, почитая маму и папу. Мы есть производные от мамы и папы, и мы сделаны из тела мамы и папы. Почитая маму и папу, принимая маму и папу, принимая маму и папу, ты принимаешь самого себя. И потом очень часто ум блокирует сердце через гордыню, через обиды. И тогда тоже происходит разъединение души, в мое тело, тогда боли получается много. И нам сигналы подаются извне, что вот, дружище, ты рассоединён, подруга, ты рассоединена, соединись в себе, и всё будет ок. Да, и почему об этом говорю, почему на самом деле я уже созрела к этой теме, потому что я понимаю, что эта тема была очень важной в моей жизни, и я имела здесь, как говорится, пробоины. Когда эта тема восстановилась, я понимаю, что жизнь переключилась на до и после. И это заметили все. Поэтому я уже осмелилась идти в эту тему и работать с этим, потому что я вижу, как работает это всё в психике, когда всё-таки, как вы сказали, соединяется это внутри, и нет вот этого разъединения. И ты себя принимаешь, включаешь, и потом можешь включить всех остальных в свою жизнь. И жизнь начинает сиять другими совершенно красками, включается много энергии, которой не было. И это как электростанция, которая производит этот свет, эту любовь, этот мир, принятие, о котором мы говорили. И поэтому готова идти. Вот хочу в марте сделать интенсив такой трёхдневный. Как вы сказали, знаете, мы как раз пойдём в самые глубины, вот туда, откуда формируется, где мы научились, где мы застряли, где подавилась эта сексуальность. И всё это, опять же, идёт мама и папа. Мама и папа, и даже их опыт. Я кучу знаю историй и своих собственных, когда мы были и проживали травмирующий опыт, когда слышали какие-то там спальни, звуки мамы и папы, и секс для нас становился чем-то опасным, ужасным. Нам казалось, я никогда туда не пойду, и это что-то страшное, и маму там убивают и так далее. Очень много историй слышу. И вы знаете, я понимаю, что там это одна из маленьких историй, а есть и у людей, и у женщин сексуальное насилие и так далее. Поэтому, друзья, сегодняшний, наверное, эфир просто был для того, чтобы вы ещё больше задали вопросов себе. И начали задавать их для того, чтобы где-то какие-то опоры, которые уже давно сформированы в вашей психике, в вашем теле, в ваших чувствах, начали шататься. И вы начали задавать вопросы, а почему у меня так, а почему я так чувствую, а почему я так воспринимаю мир. И если вы всё-таки застряли на этой степени желания, или как это на фазе, когда я хочу желания, но это не доходит в вашей жизни на уровень удовольствия и потом удовлетворения от того, что вы делаете. Почему-то вы всё время застреваете на одной стадии, вы только хотите, а удовлетворения в жизни нет. Это самый главный фокус. Это самое главное, с чем приходят люди, которые в любой сфере хотят найти решение. У них есть желание, но нет окончания этого желания. То есть удовольствия не происходит. И происходит полная вот эта схема, когда я хочу, когда я получаю удовольствие, когда я получаю. И это во всех уровнях. Поэтому, друзья, спасибо всем, кто пришёл на эфир. Если у вас есть вопросы, ещё есть одна минутка, мы ответим. Если нет... Я хочу, Андрей, если позволите ещё один момент внести, очень важный. Знаете, вот в отношениях и в сексуальности есть очень такой вот главный источник, главный генератор сексуальности — это вот страсть. Это вот уровень и концентрация на единицу времени, желание и погружение в это чувство. И поэтому от умения погружаться в это чувство, от страсти очень сильно зависит и тонус жизни, и энергия жизни. Если мы в сексуальных отношениях делаем это механически, вот, или там, как часто женщины говорят, зашёл там в носках грязных, сделал дело, повернулся и захрапел, понимаете. Вот. И очень часто женщины тоже жалуются после этого дела. Мужчина отворачивается и отвергает женщину. То есть, по сути, получается, я тобой воспользовался, и у женщин возникает блок. Ты мне больше не нужна. Вот. Очень часто женщины на это жалуются, и мужчины тоже об этом, осознанные мужчины об этом говорят. Поэтому страстная единица времени, желание и концентрация желания ключевое в этом моменте в энергии сексуальности, в энергии эроса. Потому как есть эрос, это энергия жизни, поизучайте эту тему, и танос, это энергия смерти. И в нас есть разные пропорции эроса и таноса. Поэтому подключайтесь в энергию эроса, это и есть жизнь. Да, и наверное... Движение — это тоже очень классно. нужно двигаться 5-7 километров ежедневно. Это очень сильно подключает тебя к энергии жизни и умение наслаждаться всем, что есть. Да, и наверное, в окончании нашего эфира хотелось бы пожелать именно вот этой страсти к жизни. Знаете, это самая важная страсть. Если у вас её не будет, то всё остальное надмивается и неважно становится. Когда мы с самой жизнью, и я очень часто своих клиентов отправляю на свидание со своей собственной жизнью, просто даю такое задание куда-то или уединиться, неважно куда, кафе, взять себе кружечку кофе и просто понаблюдать, задать себе пару вопросов и ответить искренно. И очень часто нам не хватает вот этого свидания со своей собственной жизнью, тем более вот этой страсти, взаимодействия со своей жизнью. Мы где-то её потеряли, оставили, и потерянные дети сидим, боимся высунуться, боимся сказать, боимся помечтать, боимся захотеть, боимся двигаться. И мы застыли, где-то заморозились, поэтому, друзья, воскресайте, живите, цветите, обнимаю вас всех, буду рада видеть своих. Благодарю за эфир, не хотел на него идти, но пришёл, и вот это очень важно, я думаю, с одной стороны, если блокируешь что-то, что-то будешь говорить, может, тебе неправильно поймут, как-то вот, возможно, стыдно и так далее. А вот нужно идти на эти страхи, грамотно идти, это не означает, что нужно идти и заниматься экземпляционизмом, нет, а вот именно идти и познавать, чувствовать. Благодарю за эфир, здорово получилось. Благодарю, я думаю, что я его сохраню, друзья, делитесь эфиром, если вам было полезно, пишите комментарии, будем рады. Вам подкликнулись. Хорошего дня. Спасибо. Благодарю. Пока-пока.